ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ Ну, боюсь показаться субъективной, но мне почему-то кажется, что мы ничем не уступаем другим регионам, а во многом, может быть, даже их превосходим. Ну, например, многие отличают, что сибиряки говорят чище, чем жители других регионов. Правда, темп нашей речи несколько ускоренный. И некая скованность нижней челюсти, спазм, я не знаю, с чем это связано, может быть, с чисто психологическими, ментальными чертами сибиряка. Он сдержанный, неразговорчивый, в принципе, слов на ветер не бросает. Может быть, поэтому у нас такая характерная манера говорить быстро и в то же время напряженно. А если говорить о грамотности, вот вы бы сказали, что сибиряки в своей массе более грамотные. А вот с чем это связано? Ну, наверное, показателем может явиться ряд цифр. Например, тотальный диктант отмечает в нынешнем информлистке, что Омск стабильно занимает второе место в мире по количеству площадок, где пишут тотальный диктант. И четвертое место в мире по количеству пишущих этот тотальный диктант. Так что я думаю, что это показатели интереса к самой акции и желания проверить себя. И вообще это показатель, наверное, в какой-то степени интеллигентности наших сибиряков и Омичей в частности. Мне кажется, что у нас в этом смысле очень хороший город. Как говорил Луначарский, для того, чтобы быть интеллигентным, надо иметь за спиной три университета. Это дедовский, отцовский и свой собственный. А вот Лихачев говорил, что быть интеллигентом не обязательно быть образованным. Достаточно быть выдержанным, спокойным, мудрым, вежливым человеком, тактичным, чутким. Особенности речи сибиряков вы уже затрагивали это, но что еще интересного можно сказать про это? Можно, наверное, сказать, что в силу географических особенностей, особенно наличие транспортной магистрали, такой мощной, как Транссиб, привело к тому, что Омск стал неким перевалочным пунктом. Здесь с самого начала все время был такой транзит жителей. Военные приезжали, уезжали, делали карьеру, купцы здесь делали свой бизнес, какие-то камевые ажоры из-за рубежа. И те, кто здесь жил на этих берегах реки Ами или РТШ раньше, тоже свой вклад внесли, наверное, в нашу речь. Поэтому у нас такой очень пестрый язык, и он все принимает, и мы как-то отфильтровываем. И мы в то же время толерантно относимся к этим заимствованиям, которые оседают в языке. То есть, если я правильно понял, вот Транссиб, как транспортная магистраль, по ней наречия, диалекты мигрировали к нам, и им оставалось лучшее? Здесь множество факторов, и то, что сибирикам нравилось, то осталось. Ну, например, слово «челба» вам о чем-нибудь говорит? Мне нет. А это казачье слово означает то же самое, что поварешка или половник. То есть, такая большая ложка для зачерпывания жидкости супов, там, борщей. Ну да, или то, что называют мочалкой во всей остальной России, у нас называется виходкой. Да, и из соседних регионов люди не понимают, что такое за виходка. А вот для сибиряка это абсолютно понятно. А скажите, насколько речь сибиряков, вот если говорить в целом не только об Омске, а о Новосибирске, Томске, насколько речь сибиряков подвержена изменениями? Она другая, нежели чем на Дальнем Востоке, в Центральной России, на Урале. Ну, я думаю, что здесь тоже надо связать это все с ментальностью. И в каждом регионе вами перечисленном есть какие-то свои особенности. Ну, например, если мы на Дальнем Востоке протянем руку, то нам в ответ могут сказать «держи краба», да? А мы скажем «дай пять». Или «чайкой» они называют, как вы думаете, кого, какого человека? Боюсь даже предположить. Халявщика, трутня, да. А нам и в голову не придет, что такой человек, отлынивающий от труда, это «чайка». Вот точно так же и у нас есть какие-то слова, которые у нас или родились, или закрепили в силу каких-то особенностей, да так и остались. Если говорить вот дальше про интернет-технологии, то, как они влияют на язык, вот что происходит с языком? Как общение в интернете, как общение в чатах, в мессенджерах влияет на развитие языка? Как он меняется? Ну, наверное, так глобально я бы не стала говорить. Мне кажется, что это больше не на развитие самого языка, как такой глобальной единицы влияет, а на наше речевое поведение. То есть вы, например, разливаете душу кому-то, да, хотите рассказать, что-то, может быть, даже рассказали уже какой-то монолог такой дощупательный, из ваших уст прозвучал, а ваш собеседник может вам в ответ сказать «И чё?» или «Оно тебе надо». Вот такая экономия речевых средств – это, к сожалению, характеристика нашего времени, когда человек экономит средства, редуцирует собственные высказывания, сокращает их, делает более убогими, и это не может не отражаться на мышлении и на вообще ментальности поведения человека. Да, вообще, если сравнивать, допустим, как общались письмами в 19 веке и как сейчас переписываются в том же, ну, ВКонтакте, да, в мессенджере любом, совершенно разные вещи, там, развернутые какие-то огромные абсолютно письма, а здесь, условно говоря, люди пишут по строчке. А теперь вовсе смайлики иногда заменяют все эмоции, и достаточно просто какую-то рожицу разместить для того, чтобы продемонстрировать то, что ты сейчас чувствуешь. Мне кажется, это плохо. Спасибо большое, Тамара Николаевна, что нашли время и поговорили об этой важной проблеме. А я напомню о тотальном диктанте, о грамотности россиян. Мы поговорили с кандидатом филологических наук, руководителем проекта «Современный русский» Тамарой Скок.